привет ребят ну вот и обещанный редми ноут 8 pro глобальная версия со всеми нашими частотами с рабочим nfc и глобальной прошивкой все по фэншую смартфон конечно интересный нос и к подозрительный да есть такой тип смартфонов который вот так с наскоку и не поймешь допустим когда я взял в руки обычный ноут 8 у меня впечатление о нем сложилось весьма быстро там все понятно это рестайлинг ноут 7 железо знакомая главная камера по сути та же что и раньше изменений немного поэтому с обзором восьмерки я и не затягивал а вот с ноут 8 pro так не получится а все почему новая камера и особенно новый процессор вокруг которого тут все и вертится требуют доскональных и более время затратных тестов это раз но во-вторых вы могли заметить что видосы на канале сейчас выходят не часто навалилось много проблем в оффлайне работа долбаные поездки зато получается снять в дороге такие красивые кадры для вас короче сегодня распаковка и те самые впечатления которые оставляет смартфон после первых пары дней использования причем уже сейчас я расскажу вам о некоторых нюансах и даже минусах которые возможно для кого-то окажутся критичными ну а позже выйдет отдельный видос в котором мы с вами сфокусируемся исключительно на трех столпах автономности фото видео возможностях и конечно я поделюсь своим мнением о процессоре mediatek g90t игры нагрев все будет а сейчас переходим к распаковочке не ищите на коробке надписей global version их теперь нет сама коробка вот такая белая а китайские версии идут в коробках красного цвета смартфон я заказывал на алиэкспресс 26 сентября подписчики моей группы вконтакте знают о том что в этот день была брендовая распродажа сяоми с купонами и мне удалось взять версию 6 128 гигабайт по хорошей цене кстати давайте прервемся и посмотрим на текущие цены а тут примерно такая же ситуация как с note 8 начало продаж и цены задраны капитально смотрите я покупал его в сентябре по моему за 229 долларов а версия на 64 гига стоила на распродаже 200 баксов с копеечкой вот это ценники близкие к реальным и на них и нужно ориентироваться все что выше это переплата китайским жлобам которые в данный момент пытаются срубить бабла на ровном месте я вас призываю не покупать этот смартфон по текущим ценам чем меньше будет спрос тем быстрее китайцев попустит и они спустятся на землю но если вы хотите мониторить цены в разных магазинах россии или украины вы можете заглянуть на и каталог сортируем магазины по возрастанию цены и смотрим на минимальные прайсы которые в данный момент находятся на уровне 16 с половиной тысяч рублей за младшую версию но это самый низ рынка в крупных сетях 18000 да у нас тоже со временем цены обязаны снизиться здесь же вы можете добавить интересующую вас модель в сравнении и сопоставить ее с прямыми конкурентами как по цене так и по характеристикам что очень удобно при подборе не только смартфона но и любой другой техники и всего остального ссылки на магазины будут под видео и так комплект кабель плюс зарядка без этой парочки никуда и в отличие от глобального ноут 8 прошка комплектуется зарядкой quick charge 3.0 и это классно конечно получаем ключик для открытия лотка и не забыли подарить нам чехол на первое время обычный прозрачный силикон ничего интересного этот цвет называется forest green и взял я именно его потому что это свежее решение на рендерах он смотрелся очень круто в живую цвет тоже офигительный изумрудная зелень на краях стекла плавно переходит в темный градиент в центре корпуса как будто держишь в руке кусочек моря играющего волнами на солнце а еще он мне напомнил мою первую тачку это был акцент первого поколения в темно-зеленом металлике было время но это уже личное шикарный конечно вид но как и любой темный стеклофон он неплохо так собирает отпечатки но не так сильно как темно-серый цвет а есть еще и белый ноут 8 pro тоже прикольный так что с цветовой гаммой здесь полный порядок на любой вкус синего нет да и хрен с ним синего уже под задолбала далее рассматривая ноут 8 pro к покупке вы должны четко понимать что это большой смартфон он больше чем ноут 7 чем ноут 8 которые тоже не малыши но у ноут 8 pro габариты еще серьезнее хотя рамки экрана тут небольшие все дело в диагонали дисплея которая подросла до 6 с половиной дюймов то есть перед нами redmi самым большим дисплеем капля в сравнении с ноут 8 оформлена еще более элегантно более плавно и в этой же области находится тусклый светодиод индикации в ноут 8 он светит поярче подбородок небольшой меньше чем у восьмерки толщина указанная в спецификациях 8 и 8 миллиметра может кого-то насторожить да это немало но поверьте смартфон не ощущается жиробасом во-первых сказываются покатые края тыльного стекла а во-вторых играют роль опять же размеры был бы это компакт тогда он казался бы толстяком но при таких габаритах об этом говорить не приходится блок с камерами как и прежде заметно выступает и собирает пыль люку вокруг себя сканер отпечатков неплохо вписался на эту овальную площадку место расположения удобное прямо под указательным пальцем и сам сканер ребят это просто метеор никаких ошибок и идеальная точность распознаются даже мимолетные касания просто посмотрите как он работает как резервный вариант конечно можно использовать разблокировку по лицу которая не срабатывает только в темноте если есть хоть немного света смартфон узнает своего хозяина инфракрасный порт есть он конечно же на верхнем торце аудио джек порт юсб си динамик и микрофон вся эта компашка снизу лоток гибридный с уже привычной резиновой вставочкой сами торцы это пластик окрашены в глянец дисплей здесь к сожалению нельзя посмотреть кто производитель этой айпи с панели ну и ладно факт в том что экран качественный он однозначно лучше чем в ноут 8 более контрастный более смачные цвета все круто ну белый цвет конечно грязноват но это айпи с причем не топовый айпи с яркость не такая высокая как у amoled матриц но на солнце все хорошо видно вот вам яркое солнце а вот и сам смартфон как видите информация вполне читаемая все видно экран не слепнет mediatek g90t чипсет интересный и на бумаге он хорош а для самой mediatek это шанс привлечь внимание к своим чипом который сейчас в тени большого дракона ведь многие с подозрением смотрят на эти процессоры и при прочих равных предпочитают смартфоны на snapdragon и зачастую небезосновательно вообще g90t позиционируется как конкурент семьсот тридцатому дракону уже сейчас я могу сказать что ноут 8 pro это быстрый смартфон даже миюай не самая легкая и не самая воздушная система работает здесь практически без лагов ну по крайней мере на старте использования смартфона анимация при сворачивании приложений которые на большинстве смартфонов сяоми слегка а иногда и не слегка фризит здесь отрисовывается плавно и быстро подлагивание бывают только при сворачивании тяжелых приложений постоянная память тоже не подкачала в отличие от обычного ноут 8 прошка получила памятью fs21 я конечно проведу игровые тесты поделюсь с вами наблюдениями но есть одна игра в которую я люблю погонять это танки и их я уже испытал и это печаль да все мы знаем что танки оптимизированы под qualcomm но мне так как пользователю какая разница мне нужен результат а результат такой на максимальной графике постоянные прыжки fps постоянные провалы которые не дают нормально поиграть и даже на средних настройках есть подтормаживание по весь кайф обломали более подробно расскажу в будущем гейм-тесте но если ты мобильный танкист да еще и требовательны к настройкам графики то уже сейчас можешь забыть об этом смартфоне он не для тебя сама миюай версии 1044 было она уже пришло обновление до 1045 в глобальную прошивку предустановили такие приложения как яндекс дзен фейсбук юла и еще несколько набор сторонних приложений зависит от региона который вы выставляете в настройках а также подкинули парочку непонятных игр в нагрузку но это все легко удаляется это мелочи хочу обратить ваше внимание на совсем другой нюанс в обзоре ноут 8 я вам говорил что в глобальной версии восьмерки вырезали привычную для владельцев смартфонов этого бренда звонилку миюай и я очень надеялся на то что про версии это не коснется но у меня для вас ребята плохая новость да к сожалению здесь тоже нет звонилки миюай тут стоит обычная звонилка android и это грустная тенденция не исключаю что теперь во всех новых redmi а может и в других смартфонах от сяоми не будет их фирменного дилера которому многие привыкли который умеет записывать разговоры с линии а некоторым реально нужна эта функция и даже если вы думаете что она не так уж и важно поверьте в жизни случается всякое и иногда такая возможность реально способна выручить по себе знаю и теперь чтобы писать разговоры придется использовать сторонний софт который для полноценной записи голоса и вашего и абонента требует наличие root прав а это уже лишний и никому не нужный геморрой да и сама по себе ся умишная звонилка мне нравилось теперь ее нет такая же история с приложением сообщений она тоже теперь от google конечно такое решение чем-то обоснованная так понимаю тут сам google предъявляет свои требования к производителям но как ни крути для меня и для многих из вас это плохая новость и реальный минус печальная конечно с датчиком приближения пока что никаких проблем не наблюдалось неужели они наконец-то побороли эту проблему по крайней мере в моем ми 9т с этим все хорошо надеюсь и тут этот косяк не вылезет нюансик по связи во время телефонного разговора я как обычно выкрутил громкость на сто процентов и услышал фоновый шум такое легкое ненавязчивое шипение где-то далеко в фоне при этом голос абонента громкий и хорошо разборчивый то есть шум как бы и не мешает но он есть особо по этому поводу переживать не стоит судя по всему производитель просто слегонца завысил значение громкости выдаваемой слуховым динамиком ведь если снизить громкость качелька и даже на один шаг то шум пропадает а голос абонента остается громким и четким это вообще не проблема да и не стоит забывать что у смартфонов на базе mediatek есть такое преимущество как доступ к собственному инженерному меню которая позволяет настраивать громкость микрофона и динамика и здесь же вы можете например посмотреть какие частотные диапазоны поддерживает ваш смартфон глобалка работает со всеми нашими бэндами а вот в китай версии нет ни 20 не седьмого бэнда 4g да и nfc там наполовину рабочий а в глобалке с nfc полный порядок единственный нюанс платежи могут не проходить из-за того что по умолчанию в качестве элемента безопасности выставлен кошелек sim переключаем эту опцию на кошелек hc и и все у вас будет хорошо были бы деньги на счету а с оплатой проблем не будет еще один небольшой по крайней мере для меня но все-таки минус состоит в том что redmi note 8 pro не поддерживает aptx я не знаю можно ли его добавить с обновлениями напишите если в курсе но сейчас этого нет и дело тут не в том что и 5x это кодек от qualcomm насколько я знаю есть смартфоны на медиатек которые работают с и 5x и все это дело реализовано там на уровне андроида в общем если у вас наушники с поддержкой этого кодека придется вам слушать музыку через стандартный sbc или через эй эй си по крайней мере у меня именно так но в целом звук хороший не хуже чем у остальных мультимедиа динамик не скажу что удивил он не смог заставить кайфануть мои уши ничего особенного просто нормалек я сравнил его с динамиком обычного ноут 8 и вы знаете восьмерка играет даже чуть интереснее там больше частотный диапазон это очень трудно показать вам через youtube но чисто ради формальности я это сделаю может быть через наушники кто-то из вас все-таки услышит разницу тесты автономности и камер потребует времени по первым ощущениям ноут 8 pro живет весьма долго но тут и батарея жирнючая на четыре с половиной тысячи миллиампер то есть запасом под нужды процессора который возможно возможно любит покушать но тут нужно проверять ничего пока не утверждаю но могу точно сказать что при небольших нагрузках расход заряда небольшой и обнадеживающий да и в режиме ожидания тоже все хорошо за ночь у меня ушло два процента ну а камеры наверняка порадуют первые дневные снимки внушают оптимизм но оно и понятно новый сенсор samsung gw1 на 64 мегапикселя с большой матрицей оптика с хорошей светосилой f1 и 7 то есть мобильный фотоаппарат из него получится отличный плюс дополнительные камеры побаловаться ширик на 8 мегапикселей макро на 2 мегапикселя ну и портретник куда же без него конечно сделаю тесты в ночное время да и не помешает сравнить камеру с конкурентами а пока можете посмотреть как он снимает видео днем но тут ничего особенного это redmi то есть смартфон относительно недорогой и видосы соответствующие получаются но и неплохо в то же время на глазок уровень ноут 7 ноут 8 надеюсь это стартовое мое видео о redmi note 8 pro уже позволила вам получить общее представление о данной модели если же у вас остались вопросы обязательно задавайте в комментариях во второй части постараюсь на них ответить окончательные выводы по смартфону пока конечно не делаю предварительно аппарат интересный по крайней мере для меня в плане обзора модель уж точно не скучная он не такой как все он выделяется из массы да во многом благодаря процессору который мы можем увидеть только здесь по крайней мере пока но с другой стороны именно он mediatek как ни крути все равно настораживает людей особенно тех кто любит погонять в игры прочие позитивные моменты тоже есть а в общем начинаю насиловать его бенчмарками игрухами сделаю тест на разряд со ста до 0 процентов проверю тротлинг прогуляюсь пофоткаю вечерком дождитесь финального отчета чтобы ничего не пропустить подписывайтесь на канал а на сегодня все пока пока